Привет всем! Тема сегодняшней презентации «Как подростку получить секс и стоит ли?» Эта презентация родилась из нескольких разговоров, которые у меня были с одним совершенно конкретным подростком, не будем текать пальцем. Хотя и другие подростки у меня рядом подрастают, так что наверняка эта тема будет всплывать снова и снова. Частично в этой презентации отражена идея «Объясни другому, поймешь сам». Презентация ориентирована как на подростков, так и на родителей, а также на внутренних родителей. Господа подростки, посмотрите введение в теорию Эрика Берна, посмотрите, что такое внутренний взрослый, внутренний ребенок, внутренний родитель. Если у вас нет или не развит внутренний взрослый и внутренний родитель, вам точно не стоит заниматься сексом, поэтому остановите презентацию на этом месте. Это слишком рискованная деятельность для детей. Сам факт, что вы вступаете на эту территорию, говорит о том, что у вас есть некоторый уровень внутренней готовности и взрослости. В том числе данная презентация должна помочь вам понять, есть ли у вас эта самая внутренняя взрослость, достаточная, чтобы заниматься такими вещами. Родители могут принять к сведению и поменять любые идеи, которые здесь есть. Здесь нет ничего, что я считаю абсолютно бесспорным. Здесь нет никаких непреложных истин. Это просто набор частных мнений, которые частично заимствованы из опыта, частично из литературы, частично от других людей. Видите, как много пришлось сказать, еще не начав саму презентацию. Тема действительно непростая. Сам факт того, что вы нашли и смотрите данную презентацию, скорее всего означает, что вы не являетесь частью хукап-культуры, что, наверное, скорее хорошо. Если же вдруг вы большой профи, и для вас не составляет проблемы ни познакомиться, ни дойти до секса с девушкой, тогда посмотрите последние два слайда, к вам они все равно относятся. Ну что же, поехали. Итак, начнем с обсуждений нескольких парадоксов, которые описывают эту сложную и во многом противоречивую сферу. Во-первых, по причинам, которые даже трудно указать, подростковый секс считается как бы чем-то неприличным и идет против социальных норм. Такая у него аура. Откуда эта аура происходит, сложно сказать, это повод для отдельного обсуждения. Но в целом у этой сферы есть ареал такой грязи, в которой детям и подросткам делать нечего. В то же время, думаю, любой подросток старше 14 лет понимает, что организм у него созрел, и желание давно присутствует. Если есть полюции, значит полюция уже говорит о том, что организм требует, но не получает. То есть в нашем современном обществе считается, что социальная зрелость, достаточная для вступления в такие отношения, наступает существенно позже биологической зрелости. Так было не всегда. Эта социальная незрелость, она некоторым образом создана, искусственно изобретена. Собственно, способность обходить такие социальные барьеры, в том числе и является одним из признаков того, что вы повзрослели и можете участвовать в таком. Популярно мнение, что вы еще дети. Я не знаю, сколько вам лет, тем, кто смотрит эту презентацию. По себе могу сказать, что я созрел 12 лет. Все время после 12 лет, по большому счету, было пыткой. И вот это стремление и желание, не находя цивилизованного нормального выхода, приводило ко всяким приключениям, которые лучше было бы избежать. Так мне кажется, задним числом. Потому что эта энергия, которая просыпается в подростке, она, конечно, требует выхода. И не найдя правильного канала для выхода, она начинает, как молния, удалять во что ни попадя. Если нет громоотвода, то можно ожидать удара в любую точку. Иногда это приводит к положительным последствиям. Например, считается, что пубертическая энергия плотно связана с творческой. И у многих людей эта энергия уходит в творчество, особенно по художественной части. Но в любом случае, спорный вопрос – хорошо это или плохо. С точки зрения биологии. Как только пубертат завершился, что такое пубертат, вы можете посмотреть в Википедии, например, и оценить собственные признаки пубертата. Пубертат означает превращение ребенка, условно ребенка, в условно взрослого. Думаю, скорее всего, если вы смотрите эту презентацию, у вас этот период уже прошел, и уже прошел какое-то время назад. Детство. Детство вообще заслуживает отдельного рассуждения. Детство – социальный феномен, не биологический. Есть целая книжка такого автора, которого зовут Нил Постман, называется «Disappearance of Childhood», где он подробно объясняет, что детство не существовало всегда. Детство было некоторым образом изобретено. Это такой искусственный период, который примерно появился тогда же, когда появилось книгопечатание и школа. То есть порядка 200-300 лет. До этого ребенок считался взрослым, как только ему становилось 7 лет. То есть как только человека допускали к исповеди в церкви, считалось, что он умеет определять разницу между добром и злом, и, значит, может нести полную ответственность. В том числе по этой причине детей в Европе вешали за кражи. Они несли наказание почти наравне с взрослыми. Уголовное наказание. Так что детство в известном смысле кончается там, где вы решаете, что оно кончается. У некоторых людей оно не кончается и 30 лет, и в 40, а у некоторых и в 70. Это уже слишком индивидуально. Опять же, границу проводит каждый сам. Что касается рано или не рано, ну, опять, это индивидуальный вопрос, на который вам в том числе должна помочь ответить эта презентация. Кому-то рано, кому-то нет. Что получится на выходе из этой активности, предсказать нельзя. Может быть, как что-то совершенно необыкновенно прекрасное, так и что-то очень-очень ужасное. Ну, может быть, что-то среднее. Жалеет большинство людей, так или иначе. Те, кто делал и получал, жалеют о том, что делал и получал, и тратил на это время и силы. Те, кто не получал, жалеют, что не получали, и жалеют, что тратили силы на другое, или тратили силы неправильно. Что касается биологии, в данном вопросе есть серьезное мнение, ну, есть и противоположное мнение, но есть мнение, что воздержание вредно, просто физически вредно для организма. Да, есть люди, которые скажут, что ничего с вами не случится, и что можно неограниченно долго обходиться без секса, и ничего вам не будет, и организму ничего не будет. Но есть также серьезное мнение в пользу того, что любой длительный перерыв для взрослого организма несет последствия. Любая функция в организме, она может тренироваться и развиваться, а может угасать. Нет таких функций, про которые можно забыть на, там, несколько лет, а потом хоп, и сделать так же, как если бы вы занимались этим каждый день. Если сравнивать, например, с бегом, то если вы не бегали последние, там, лет 20, то вы почувствуете, как будто вы умираете через 500 метров, или через километр. А если вы тренировались, там, 3-4 раза в неделю в последние несколько лет, ну, для вас 10 километров – это прогулка. Но тут же надо упомянуть, что настоящий секс – далеко не единственный выход, который можно использовать для, так сказать, удовлетворения биологических нужд организма. Парадокс опыта. Он состоит в том, что, чтобы что-то делать хорошо, нужно иметь опыт делания этого. То есть, если вы хотите получить какой-то хороший результат, в чем бы то ни было, вы должны тренироваться в этом направлении. С другой стороны, опыт не берется сразу из ниоткуда в большом количестве. Опыт приобретается в процессе какой-то активности. То есть, первые разы будут, скорее всего, ниже среднего в любом деле по результатам. Но если правильно перерабатывать этот опыт, рабатывать его, то в конце концов у вас получится некий багаж, мастерства. Это относится абсолютно к любому делу. Следующий неприятный парадокс – большую часть времени подросток проводит со своими ровесницами. В то же время ровесницы представляют собой довольно плохой вариант для любого взаимодействия, в том числе для сексуального. Дело в том, что мальчики и девочки не равны в своем ни биологическом развитии, ни социальном, психологическом развитии. Когда вы имеете дело с ровесницами, фактически вы имеете дело с людьми примерно на два года вас старше. Такая формула сохраняется не всегда, но она верна почти весь школьный период, к сожалению. Поэтому по большому счету любые отношения с ровесницами скорее идут вам во вред, чем в плюс. Между прочим, ровесницам они тоже идут в минус, потому что ровесницы привыкают общаться сверху вниз с ровесниками и думают, что так будет всегда. Но эта формула не работает за пределами школы и начинается разрыв шаблонов, которые продолжаются у многих всю оставшуюся жизнь. Так крыша на место и не встает. Школа вообще во многом такой искусственный, уродующий институт, и он во многом уродует что мальчиков, что девочек и очень сильно осложняет им жизнь потом, в будущем. Так что опыт с ровесницами не исключается, не надо его прям совсем табуировать. Но это очень плохой вариант, и об этом будет сказано подробнее дальше. Следующий парадокс импринтинга. Первый опыт в любом деле, а уж тем более в сексуальном вопросе, будет впечатываться и будет служить моделью и эталоном в некотором смысле для всей остальной жизни. Это явление называется импринтинг. Оно существует и у животных, и у людей. Поэтому нужно постараться не делать плохого начала, не оставлять плохих якорей в терминах НЛП. Первый опыт нужно постараться все-таки сделать приемлемо хорошим, потому что иначе у вас возникнет реперная точка, которая будет всплывать в голове всю жизнь, каждый раз, когда вы будете участвовать в такой же активности. Дополнительная сложность в том, что эти первые отношения, которые скорее всего впечатаются на всю оставшуюся жизнь, и первый секс в том числе, они будут совершенно не похожи, потому что по мере приобретения опыта следующие отношения будут складываться совсем-совсем иначе. В жизни возникает такое наложение от этих двух противоречий. Первый опыт впечатывается и накладывается на всю оставшуюся жизнь, с другой стороны он совершенно не соответствует тому, что будет дальше. И вот этот конфликт наложения, он дает такие довольно чудные переплетения в сумме. В общем, с импринтингом нужно быть аккуратным. Можно сильно попортить себе всю жизнь. Еще один момент, который стоит осознать в вашем возрасте, что первый импринтинг общения с женщиной у вас уже состоялся. Эту модель вы скопировали, уже скопировали, со своего взаимодействия с мамой. И поэтому, что бы вы ни делали, скорее всего, первые ваши отношения будут строиться по этой привычной модели. И эту модель вы поменять уже не сможете никогда, серьезным образом. Что-то может быть переоценено, потом что-то скорректировано, но модель отношений с матерью останется навсегда, и во многом будет определять, как будет складываться ваша жизнь вообще, и отношения с женщинами в частности. Но, тем не менее, с помощью опыта, терапии, самообразования, модель можно как улучшить, допиливать ее до какого-то вменяемого состояния, а можно ухудшить, можно поломать и потерять даже то конструктивное, что вам досталось из этих отношений. Ключ к прохождению и решению этих парадоксов, он один. Это осознанность. То есть вам нужно в широком смысле понимать, что вы делаете, или хотя бы отдаленно понимать, что вы делаете. Не смотреть на самого себя, как на какую-то стихию, которая непонятно чем управляется, а все-таки понимать течение, в том числе подводное течение, которое управляет вашей психикой. Отдавать себе отчет в том, что вы делаете, быть честным с самим собой, как в приятных вопросах, так и в неприятных. Во многом проживание и осознание этих парадоксов и составляет собой взрослость таковую. Итак, главный любовный треугольник. Я часто люблю приводить пример на треугольнике огня или пожара. Треугольник пожара рассказывает о том, что для того, чтобы происходило горение, нам требуется три слагаемых одновременно. Требуется топливо, энергия, требуется температура и требуется кислород. Если устранить любую из этих компонент, то горение прекращается. На этом основаны все методы тушения пожаров, в том числе. Либо они устраняют температуру, либо топливо, либо доступ к кислороду. Как это относится к любви в телесном смысле? Любовь тоже требует трех базовых компонентов. Во-первых, нужна энергия. В нашем случае это желание или стремление. То есть два человека с достаточно сильным стремлением друг к другу. Если такого желания нет, то все остальные компоненты бесполезны. Во-вторых, для такой активности требуется пространство. Пространство имеется в виду помещение, приватное помещение. Если такого пространства нет, то опять же наличие всех остальных компонентов не имеет никакого значения. Если не лень, посмотрите эпизод из фильма «Курьер» советского. Момент с поиском квартиры. Ужасно болезненная, отвратительная, но хорошая демонстрация, почему этот компонент имеет принципиальное значение. И время. Под временем я понимаю как наличие некого временного окна, так и некоторая регулярность. Речь идет не про разовые какие-то там встречи, а про некоторую повторяемость. Если хотя бы один в паре таким временем не обладает, или, например, эти временные окна не совпадают, не накладываются, все остальные компоненты не имеют никакого значения. Так что наша финальная формула секса — это есть пространство, умноженное на энергию, умноженное на время. Если любой из этих компонентов равен нулю, то итог будет ноль. Итак, что касается знакомства. Я предлагаю использовать гибрид, такой условно новой схемы, которая называется пикапом, и традиционной моделью. Или другими словами, тем, что сегодня называется хукап калча, и традиционная старая схема дейтинга. По отдельности я нахожу обе эти схемы неэффективными, дисфункциональными. Мне кажется, что самое правильное — это заимствовать сильные стороны из обеих и комбинировать их. А минусы обеих систем, соответственно, сводить к минимуму. Итак, я уже говорил по поводу ровесниц. Не надо знакомиться для этих целей в своем классе. В своей параллели тоже знакомиться не надо. Среди ровесниц вообще тоже знакомиться не надо. И в идеале, если, конечно, населенный пункт позволяет, то в своей школе. А также ни на каких регулярных занятиях, типа курсов, секций и так далее. Что объединяет все эти пункты? Нужно учиться разделять пространства, в которых вы ведете свою личную жизнь и общественную жизнь. Это пригодится и на работе, и на учебе в старшем возрасте. В нашей культуре, в нашей стране, личные отношения очень плохо сочетаются с рабочими. В нашей культуре люди не умеют разделять эти отношения, они все время перемешиваются. Поэтому, если вы, например, в хороших личных отношениях с человеком, то у вас получается и быть с ним хорошими коллегами, эффективно работать. Как только в личной сфере ваши дороги разошлись, тут все, вы не способны работать дальше. И подавляющее большинство людей не способны. Тут не нужно заблуждаться. Есть, конечно, уникумы, но в среднем люди не способны продолжать дальше нормально работать. По крайней мере, в нашей культуре так. Есть культуры, где это не так. Хотя в современном мире ни в какой культуре не является безопасным личные отношения в рабочих или учебных условиях. С коллегами и соучениками нужно поддерживать ровные рабочие отношения. Не относиться как совсем уж к чужим людям, но и не вступать в слишком близкие личные отношения. Это как раз та сфера, где можно и нужно упражняться во френд-зоне. Только когда не вас помещают во френд-зону, а вы помещаете во френд-зону. Для молодых людей это требует серьезной работы над собой. Но это хорошее упражнение. А люди, с которыми вы собираетесь знакомиться именно в целях близкого личного общения, всегда нужно быть готовым, что отношения могут пойти в любом направлении, в любой момент времени. С кем бы вы не знакомились, возможно, вы знакомитесь на всю оставшуюся жизнь, а возможно вы знакомитесь на 2 часа. Этот момент нужно осознавать и быть одинаково готовым ко всем вариантам. И в случае необходимости быть готовым расстаться за 20 секунд. Итак, где же стоит знакомиться? Разовые мероприятия, то есть события, которые случаются просто штучным образом. Какая-то дискотека, какой-то праздник, какой-то слет, какой-то съезд. На улице, в пределах района. Район, потому что учитываем место в формуле секса. Если вы живете на разных концах Москвы или в разных городах, ничего серьезного у вас точно не выйдет в базовом будущем. Так что не надо тратить время, там, где общего места явно не будет. Улицы требуют определенной храбрости и некоторых базовых вещей из арсенала пикапа, но в то же время не нужно заниматься пикапом как таковым. Интернет. Ну, у подростков выбор сервисов знакомства ограничен, потому что на большинстве сайтов существует ограничение по возрасту. Подростки тусуются в своих местах, я думаю, вы сами знаете где, и про это вам можно не рассказывать. Единственное, что когда знакомитесь в интернете, опять же, учитывайте физическое расположение, потому что все эти отношения в соседних городах, это не отвечает целям того, чему посвящена эта презентация. В рамках этих знакомств мы все время держим в голове, что мы знакомимся с конкретной целью. И эта цель не длинные романтические отношения через интернет, через всю страну. Возраст. Как я уже говорил, с рестницами вы не находитесь на равном положении и на равном уровне развития. Поэтому правильнее всего целиться на один-два года младше себя. В этих условиях вы сможете общаться примерно на равных. Опять же, если вы будете привносить модель взаимоотношений с мамой, то, конечно, вам может быть и комфортно, и в отношениях девушка, и ровесница, и даже старше на несколько лет. Это не очень конструктивная модель, от которой лучше избавляться на самом раннем этапе. И опять же, всегда понимать, что, скорее всего, с вероятностью 99% любые ваши знакомства и союзы временные. То есть, у них есть начало и конец. Какой длины будет ваше знакомство, никто не знает. Но весьма вероятно, что долго вы общаться не будете. Неважно, получится у вас найти взаимопонимание в сексуальной сфере или не получится. Это просто часть игр, в которые играет подрастающее поколение. Тренировка к будущей жизни. Вы когда-нибудь видели, как кошка приносит котенку полупридушенную мышку поиграться? Вот примерно так устроена школа. Большинство из вас это такие мышки, которых попридушили и принесли девочкам на поиграться. И эти игрища продолжаются 10 лет к ряду. Вы для них учебный расходный материал. Примерно так вы бы прикалывались над мальчиками на 2 года младше вас, если вы вдруг оказались с ними в одном классе. Поэтому, что коллеги на работе в будущем, что одноклассницы в классе, это существа без пола. Они не являются ни девочками, ни мальчиками. И относиться к ним нужно нейтрально, вежливо нейтрально. Best Practices, которых я советовал бы придерживаться. Попытку знакомства с одним человеком делать только один раз. Делать ее так, как я пишу дальше, красиво, корректно, но только однократно. Никогда не преследовать человека. На самом раннем этапе нужно учиться общаться с людьми, которым вы интересны. Если вы человеку не интересны, не нужно с ним даже начинать общаться. В свою очередь, свой интерес имеет смысл проявлять к человеку, который вам тоже интересен. Если вам человек не интересен, не тратьте на него свое время. Ничего хорошего из этого все равно не выйдет. Не нужно использовать стандартные трюки из пикаперского арсенала, то, что называется открывашками. Посмотрите в интернете, кто не знает. Это грубо, это не работает, это не по-человечески, а когда работает, вам, возможно, не понравится, как это сработает. Это фейковые технологии. Туда же относятся так называемые некие хиты. Ну, не надо начинать общение с человеком с такой ерунды. Если это начало общения, то можно догадаться, что будет дальше. И самое главное, если вы общаетесь с человеком так, как можно рассчитывать на то, что он будет общаться с вами как-то иначе. Шири-тест одинаково плохи, когда их делаете вы и когда их делают вам. Это не весь перечень из трюков пикап и вокруг этого, но все вот это в целом я бы советовал отбросить, оставить и никогда не использовать. Иначе есть риск на всю жизнь себе вдолбить, что отношения это манипуляция, борьба и кто кого перехитрит. Многие так живут, но я бы не стал советовать так жить, если есть выбор. А вот то, что на раннем этапе нужно отсеивать людей с личностными расстройствами, это важный момент и, к сожалению, этому не учат. Даже трудно сказать, что посоветовать почитать на эту тему. Один из неногих психологов, который на эту тему рассказывает мужчинам, ее зовут Тара Палматье, она время от времени выступает на конференциях мужского движения. У нее есть сайт shrinkforman.com, но он, естественно, на английском языке. Если говорить коротко, то многие вещи, которые по неопытности трактуются как некоторая загадочность или сложность характера или тяжелый предыдущий жизненный опыт и у девушки, и у молодого человека, на самом деле часто означает наличие легкой формы психического расстройства, которое называется личностные расстройства. Такие как пограничные расстройства, нарциссические расстройства, маниакально-депрессивные расстройства, ну и так далее. На эту тему лучше что-нибудь почитать и посмотреть ролики. Но главный поинт в том, что если вы на раннем этапе видите, что у человека не все хорошо с головой, то нужно, во-первых, это осознать, принять к сведению, а во-вторых, чаще всего, поскольку вы не доктор, не начинать общение с таким человеком или быстро его сворачивать. Если вы не хотите, чтобы ваши отношения превратились в мучения, которые могут растянуться на много лет, поняли, что у человека крыша не на месте, осторожно от него отодвигаетесь. Проблема в том, что если вы прообщались с таким сложным человеком больше месяца, это почти гарантированно означает, что у вас есть свой собственный букет и он подходит к букету вашей проблемной знакомой как ключ к замку. Более-менее здоровый человек отсеивает больных быстро, ему для этого не нужно полгода, ему для этого достаточно двух-трех недель, пока человек еще не успел войти в личную жизнь и стать частью ее. Однозначная отсечка при знакомствах и общении, которую я бы советовал использовать, это момент, когда девушка использует умышленное унижение. Если ваша партнерша или партнер умышленно причиняет эмоциональную боль, а чаще всего это происходит через унижение, то от такой партнерши нужно избавляться мгновенно. Это как раз тот случай, когда нужно использовать расставание 20 секунд. То есть, если вы пытаетесь познакомиться с человеком, а он, не зная о вас ничего, начинает вас унижать публично, это однозначный красный флаг. Не нужно с этим ругаться, не нужно ничего доказывать, нужно просто отметить для себя, поставить галочку в голове. Какой приемлемый срок, если мы говорим о поиске партнерши для сексуальных отношений? Я бы обозначил максимальный предел как 2-3 месяца. Понятно, что у взрослых людей другие стандарты, а девушка, с которой вы общаетесь, с большой вероятностью все-таки может оказаться девственницей. И для нее этот шаг действительно большой. Это не то же самое, что для взрослой женщины принять решение о вступлении в половые отношения. Поэтому некий порог все-таки как бы нужно помочь ей преодолеть, даже если она хочет. Даже если она в явном виде хочет его преодолеть. И все равно требуется некоторое время, некоторая помощь, некоторая уверенность и поддержка с вашей стороны. Но в то же время некоторый разумный предел нужно выставить. Потому что ходить годами за девушкой, которая в общем вашей девушкой не является, это тоже плохой опыт, и он устанавливает как бы плохой стандарт, плохую модель для отношений будущего. Да, многие люди считают это нормальным, но я скажу, что скорее нет, это ненормально. Так что если вы 2-3 месяца плавно движетесь к своей цели и ничего не получается, на этом нужно прекращать. В принципе, возможно, и многие так делают, ставить ультиматум перед тем, как окончательно расставаться, жестко заявлять партнерша, что либо мы переходим к сексуальным отношениям, либо мы расстаемся. В чем минус такого подхода? Если в результате вы даже получите сексуальную партнершу, она получилась как бы насильно, сама она этого не хотела, а сделала только под угрозой чего-то, в данном случае под угрозой расставания. Не надо тратить свое время и сексуальную энергию на таких людей, их наоборот нужно отсеивать. Так что я не советую ультиматумы. Прямое предложение? Да. Ультиматумы? Нет. Френд-зона. Со френд-зоны нужно учиться работать, это вам все равно пригодится в жизни, потому что женщины пользуются этим очень часто. Если вас прямо отправляют во френд-зону, нужно от нее также прямо уметь отказываться. Если вы двигаетесь к человеку с намерением телесных отношений, а он вас в ответ на это отправляет в друзья, самое правильное расценить такой ответ, как «иди в жопу» и реагировать соответствующе. Ругаться не надо, но понимать, что вам сказали именно это, нужно, потому что это именно так. Френд-зона это то, во что вы можете поиграть в пределах собственного класса или своей параллели. Или, например, если к вам девушка из вашей параллели или вашего класса проявляет интерес, то вот ее следует аккуратно постараться поместить во френд-зону. Хотя бы даже из соображений приобретения опыта. Каково это управлять, когда человек движется в твою сторону, хотя ты его к себе сам не звал, и ты хочешь удержать его на некотором расстоянии, но при этом не отшуевать совсем. Это полезный опыт, его просто стоит приобрести, чтобы понимать, с чем женщины имеют дело, какие механизмы за этим стоят, как они думают, как осуждают об этом. Девушки могут делать это из чисто нарциссических побуждений. То есть, некоторым просто нравится иметь вокруг себя такую толпу голодных поклонников, которые подкармливают ее своей энергией. Но это скорее признак расстройства, зачем в это играть, зачем перенимать болезнь от людей, которые больны. Но попробовать, каково это держать человека на расстоянии, который хочет к тебе пододвинуться поближе, имеет смысл. Это полезный опыт. Расставание. Расставание – это скилл, который нужно освоить. Если вы намерены сколько-нибудь активно знакомиться, вам абсолютно необходимо уметь качественно и спокойно расставаться. Не врагами, друзьями в хорошем смысле этого слова. То есть расставаться так, чтобы с человеком можно было продолжать общаться и можно было и помочь ему в случае необходимости, если он обратился, и к нему обратиться в случае необходимости, если требуется помощь. Чтобы такой вот уважительный и хороший контакт сохранялся. Это некий скилл. Это дано не всем. Некоторым нужно научиться это делать. Но, как и любой скилл, он достигается практикой. В том числе спокойное расставание обеспечивается тем, что вы экологично, красиво знакомились. Без вот этих всех грязных трюков. Чем меньше было взаимной манипуляции, тем это будет проще. Как знакомиться? Быстро, открыто подходить. То есть увидели интересного человека, поняли, что он интересен, подошли и знакомимся. Говорим нормальным, человеческим, дружеским языком. Не какими-то стандартными фразами, которые вы сами себе выдумали или вычитали в интернете. Здороваемся так, как вы познакомились бы с нормальным, обычным человеком. Привет, меня зовут так-то, как зовут тебя, что делаешь? То есть попытаться завязать нормальный человеческий разговор, не скрывая и не стесняясь своей цели именно познакомиться, не как будто бы мимо проходили и случайно задели. Это уже манипуляция. Важно проверять ответ на дружественность. Человек должен быть в вас тоже заинтересован, не только вы в нем, чтобы не получилось, что один убегает, а другой догоняет в психологическом смысле. В качестве аналога правил трех свиданий, которые используются во взрослом мире, я предлагаю подход, который называется «Три шага навстречу». Что это означает? Вы делаете не более трех четких, открытых предложений какого-то совместного досуга, каких-то шагов навстречу. Например, «Давай сходим туда-то», «Давай погуляем», «Как ты смотришь сходить потанцевать», что именно это вы должны выбрать сами. Что-то, что вам близко, чем вам нравится заниматься. Попытаться найти некие точки соприкосновения. Если человек на три ваших шага навстречу, три жеста протянутой руки, каждый раз каким-то образом увиливает, то есть говорит «Я не могу», «Я занята», «У меня вот раз не получается». После трех попыток нужно это движение навстречу останавливать и дальше право ответного хода оставлять самому человеку на некоторое разумное время. Не нужно привыкать годами ходить за людьми, которым вы неинтересны. Если вы человеку интересны, он должен пойти вам навстречу. Понятно, что девушки социализируются особым образом, они такие как бы находятся в обороне, но все-таки в современном мире три шага – это достаточный способ протянуть руку. Дальше человек должен протянуть вам свою руку в ответ. Если он свою руку не протягивает или куда-то прячет и убирает или убегает, не нужно настаивать. Это не имеет никакого смысла. Даже если вы сможете победить его, эту неуверенность или недружественность, вам не понравится то, что будет в итоге. Это отношения несбалансированные, неравные. Вы должны понимать, что ваше личное время и ваша энергия тоже имеют ценность. Это не бесконечный источник. Ограниченный объем. Вы можете использовать его только на конечное число людей и конечное время. Ваше внимание – это дефицитный ресурс. Любое внимание. Это опять же не значит, что нужно становиться врагами, если вам три раза не пошли навстречу. Нет. Просто вы спокойно оставляете человека жить так, как он жил. Можно после третьего неудачного шага сказать что-то вроде «Ну, тогда позвони, когда у тебя будет время». Как знать, может быть и позвонит. Но не нужно сидеть у телефона и ждать, когда вам позвонят. Нужно продолжать жить своей жизнью. И продолжать другие знакомства в том числе. Если вам пошли навстречу, то то, что должно появиться в нормальных отношениях – это совместное приятное времяпровождение. Что именно будет приятно в вашем случае? Это ваш личный вопрос. Может, совместные хобби, может, совместные прогулки, может, совместные просмотры фильмов, может, еще что-то. Но у вас должно появиться некое совместное пространство, в котором вам приятно находиться и вас обоих туда тянет. Если один из вас в таком пространстве получает удовольствие, а другой мучается и заставляет себя, то опять что-то у вас идет не в балансе, и нужно вносить коррективы. И говорить об этом прямым текстом открыто. Первое отношение – это поле для тренировки мега важной темы, которая мега важна на всю оставшуюся жизнь. Тема личных границ. К сожалению, тема, которую ни в школе не учат, ни родители почти не рассказывают прямым текстом – это тема понимания, что у вас есть некая личная зона, в которую никому нет доступа. И у другого человека есть личная зона, в которую никому нет доступа. И не нужно пытаться не завладеть полностью личной зоной другого человека и контролировать всю его жизнь, где он и что он делает, и что он думает. Не давать свою личную зону захватить другому человеку целиком и контролировать ее полностью. В старовых отношениях существует некая общая зона, где ваши зоны пересекаются, но это небольшая зона, если брать всю вашу личность целиком. То есть, не нужно пытаться слиться с человеком в одно целое, и тем более делать это против желания другого человека. То есть, что человек делает в свое личное время, когда вас рядом нет, вас не должно интересовать, или очень слабо должно интересовать. Вас должно интересовать, что он делает в то время, когда вы находитесь вместе в вашем общей пространстве. Не нужно знать всех знакомств человека, не нужно знать всех его занятий, чем он занимается. Это часто просто лишняя информация, которая может только осложнить вам жизнь. Более того, иногда даже имеет смысл, если человек хочет вас втащить в некую свою сферу, дополнительную, как бы втянуть вас в свою личную жизнь. Может быть, даже иногда имеет смысл немножко упираться или даже не немножко сказать, ты знаешь, вот эту сферу, давай, она останется лично твоей, я не хочу в ней участвовать, там, у меня к ней вот такие-то, такие-то, там, негативные ощущения есть. Личные границы огромная тема. Опять рекомендую пойти на YouTube, посмотреть ролики психологов, которые рассказывают, что это такое, как с этим работать, как их защищать, как их выстраивать, как выглядят нарушения личных границ, как их можно чинить и восстанавливать отношения, и так далее. В общем, телесные отношения это отличное поле для тренировки на эту тему, и это очень важный пункт. Что касается согласия на секс, ну, рекомендую, конечно, посмотреть презентацию, которую я делал на основе лекции о сексуальном согласии. И потому, в какое время мы живем, и потому, что вы хотите быть, наверное, более осознанными людьми, чем ваши родители. В современном мире секс это такая вещь, которую правильнее предлагать прямым текстом. В ответ человек тоже должен прямо согласиться или прямо отказаться. Чтобы это освоить, нужно много барьеров преодолеть в себе. Во-первых, нужно принять свою сексуальную сторону, да, там, вытащить ее, так сказать, с темной стороны. Опять же, посмотрите на эту тему в моей презентации про отличный секс. Во-вторых, быть достаточно открытым и прямым в отношениях. И в отношениях должен быть определенный уровень доверия, чтобы такую коммуникацию можно было вести. Но ничего оскорбительного в таком предложении нет. Наоборот, это показатель доверия и зрелости. Это не значит, что нужно сразу после знакомства тащить в постель. Но если отношения выстраиваются и растут, в определенный момент будет подходящая точка, когда эту тему можно и нужно будет поднять, если видна перспектива. Особенно, когда подходит тот самый критичный срок, о котором я говорил, 2-3 месяца, и нужно принимать решение. Все-таки мы не забываем, что мы не просто знакомились, чтобы познакомиться. Вся идея была в том, чтобы получить сексуальный контакт. Если вы понимаете, что цель не достигается и, скорее всего, достигнута не будет, надо подходить к некой логичной точке разрыва. Может быть, отношения перерастут во что-то другое. Может быть такое, что вы знакомились из сексуальных соображений, но нашли человека, который подходит до чего-то другого, может быть, даже более серьезного. Но в то же время про цель знакомства забывать не надо. Если через разумное время человек не идет вам навстречу в этом вопросе, ну, нужно так же прямо открыто, как вы знакомились, так же прямо, как вы предлагали, инициировать сексуальные отношения, так же прямо и красиво, и элегантно нужно и завершить их. Так и пояснив, что для меня это важно, но раз этого в отношениях нет, то, наверное, нам обоим стоит поискать себя в других отношениях. Дело в том, что, к сожалению, с большой вероятностью то, что девушка лично с вами там после двух-трех месяцев даже вполне себе приятных отношений не пошла на сближение, не означает, что она не пошла бы на сближение с кем угодно. Очень может быть, что вы с ней расстанетесь, пройдет буквально недели или две, она познакомится с кем-то еще и окажется с ним в постели буквально через 2-3 дня. Это печально, но так устроена жизнь. Просто потому, что вы не вызвали в нее такого сильного желания, а другой человек вызвал. Почему? Ну, это тема для отдельного рассуждения. Они нашли друг друга? Хорошо. У вас тоже есть право найти себе подходящую пару. Социальная гигиена. Что имеется в виду? По сути, это охрана границ отношений. То есть, нормальная здоровая практика, два человека сохраняют приватность про свои отношения, не распространяются про них ни на людях по обычным общении, ни тем более в социальных сетях, не публикуют лишней информации, а вообще говоря, лучше вообще ничего не публиковать. То есть, здоровые люди со здоровыми личными границами, защитой своих личных границ, ни свою как бы личную жизнь на показ не уставляют, и не лезут в личную жизнь других людей, соблюдают такую взаимную гигиену. Если вы видите страничку своей потенциальной знакомой в социальной сети и видите, что вся жизнь выставлена на показ, включая ее там прошлые отношения, нынешние отношения, с кем она сейчас в паре, с кем она была в паре, стихи, посвященные там предыдущим знакомствам, страдания по поводу нынешних отношений, это плохой знак. Это, собственно, является одним из косвенных признаков какого-то личностного расстройства. Может быть, в легкой форме, но является. И это означает, что ваши отношения, если они завяжутся в будущем, тоже будут висеть в ее социальной сети. А это означает, что, скорее всего, она увлекает и подруг, и, возможно, свою маму, и, возможно, кого-нибудь еще, в общем, кого ни по пути. Интимные отношения не терпят публичности. Это закрытая зона. Никакой ваш следующий партнер не должен ничего от вас узнавать о предыдущем. Вы были знакомы, вы можете подтвердить факт, что да, у меня были отношения с таким человеком, там, такое-то время. Что мы с ним делали? Как мы с ним делали? Как мы общались? До какой стадии наши отношения дошли? Это закрытая информация. И не нужно даже под пыткой выдавать. И когда, например, ваша знакомая начинает рассказывать вам о своих предыдущих знакомствах, неважно даже в негативном смысле или в позитивном, дурной признак, очень дурной признак. В этом вопросе, конечно, у интровертов преимущество. Правда, у них хватает своих недостатков. А про социальные сети в наше время нужно 28 раз подумать, прежде чем любую фотографию загрузить, любой лайк поставить, любой пост написать. Думайте головой, сколько жизней разбилось уже, о всякие неразумные поступки в интернете. То, что приватно, то должно оставаться приватным. Не нужно это никуда заливать, никуда публиковать. Если уж дошло до расставания, как я уже говорил, это нужно делать экологично, расставаться с чувством благодарности с человеком за то время, которое он с вами провел, за тот опыт, который вы от него получили, даже если это не всегда был положительный опыт. Закрывать это как красивую, важную страницу в своей жизни, хоть и проходную. Давайте рассмотрим, в какой зоне социальных норм, правильнее всего искать знакомых для вашей цели. Я точно даже не могу сказать, что я такое отложил по горизонтальной оси. Скажем так, это шкала соответствия неким усредненным социальным стандартам нормам. Оставим в стороне сейчас тот факт, что эти нормы на самом деле никакие не нормы, и не так уж много людей на самом деле им соответствует, но общество поддерживает это как некий эталон, такой стандарт, на который все оглядываются, и все явления в обществе как-то соизмеряются с этой точкой, неким идеалом. Наш идеал, воспетый в сказках, это молодая пара, которая сходится в самой ранней молодости, сексом до брака не занимается, вступает в брак, рожает детей, живет счастливой жизнью и умирает в один день, если совсем огрублять. По вертикали у нас будет отложено количество. Какое количество девушек примерно соответствует ожидаемым социальным нормам? Я предполагаю, хотя я не могу сослаться ни на какую конкретную литературу, что этот график имеет форму колокола. В левой части у нас люди, которые не соответствуют или почти не соответствуют социальным нормам, они не ведут себя согласно обычной модели. В середине основная масса, которая более-менее живет вот по некому такому эталону, ну или делает вид, что живет по нему, соотносит себя с ним. А в правой части, хоть это не очень очевидная мысль, девушки, которые придерживаются взглядов выше социальной нормы. Вот эту центральную часть я обозначил как личинка Геры. В том смысле, что это зона, из которой появляются все будущие жены. И это основная масса всех девушек. Здесь я беру Геру как в положительном смысле, в своих светлых проявлениях, так и в отрицательном смысле, в темных проявлениях. Даже если такая девушка не станет прям женой официально, то она все равно будет играть роль жены, согласно архетипу Геры. В левой части этой основной массы есть зона так называемых ослабленных границ. То есть девушки, которые слабо соответствуют этому идеалу или не соответствуют. Наши стандартные модели принятого полового общения. Зона продвинутых Гер. Это действительно настоящие, реальные, будущие, хорошие жены. Наверное, главное заблуждение, которое есть у мужчин в современном мире. Они думают, что для брака и совместного проживания годится вся вот эта основная масса. На самом деле, для брака годится только вот эта зона продвинутой Геры. То есть люди с самой верхней границей этой зоны. Только в этой области Геры проявляются в светлых аспектах. Во всей основной массе Геры проявляются почти исключительно в своих темных аспектах. Почему это так? Не хочу здесь углубляться. Это тема для отдельного рассуждения. Для подавляющего большинства брак это механизм получения огромного количества несчастья. Именно потому, что они считают, что вся вот эта большая зона годится для брака. Еще раз подчеркну, что для брака годится только вот эта верхняя зона. И могут быть, конечно, исключения, но в целом не надо использовать этих продвинутых Гер для ранних сексуальных отношений. Они принесут свою пользу в мире, не нужно их портить. А то можно сдвинуть их в зону основной или даже ослабленной границы норм. Таких девушек мало. Берегите их. Пусть они вырастут, выйдут замуж и принесут кому-то счастье. У них есть на это шанс. Это девушки, которые вполне осознанно могут вступать в брак в 18 лет, рожать детей в 19-20, не потому, что они залетели и не потому, что они себя там безответственно вели, а потому, что это то, чего они хотели. И они нашли человека, который тоже этого хотел. И они не разводятся потом через год-два. Они живут дальше, они рожают следующего ребенка и строят обычную, стандартную семью. Единственная причина, почему вам стоит ухаживать за такой девушкой, если вы как раз и хотите стать тем самым ее партнером на всю жизнь. Возможно, это принесет вам и добрачную эротику. За левой границей я обозначил зону условно-социально неблагополучных. Там находятся девушки, которые вообще не соответствуют и даже не пытаются соответствовать социальным нормам. За правой границей норм тоже существует небольшая зона, куда я отнес так называемое исключение. Это очень малочисленная когорта, но с которой, тем не менее, есть шанс столкнуться. Я про нее подробнее скажу потом. Это девушки, которые ведут, скажем так, более раскованный образ жизни, но не потому, что они ниже социальных норм, а потому, что они выше их. Они живут как бы в пределах другой этики. И это модель, которая уже не соответствует архетипу Геры, но встречается крайне редко. Отдельную сложность представляют собой интроверты. По интроверту может быть очень трудно судить, в какую зону он вообще относится. Поэтому, если девушка демонстрирует явные признаки интроверта, то, скорее всего, придется уделить дополнительное время тому, чтобы узнать, чуть лучше понять. Но тем внимательнее нужно рассматривать все проявления характера. С классификацией интроверта можно очень сильно ошибиться. Поэтому тут нужно проверять и перепроверять. Время от времени могут вести сексуальную жизнь все, но когда мы говорим про то, где нужно сконцентрировать свои усилия для наилучшего результата, то мы говорим про ослабленные границы. И их нужно уметь отличать от социально неблагополучных. Потому что грань там тонкая и есть пересечения. По уже указанным мной причинам понятие нормы я взял в кавычки, потому что норма здесь идет как не что-то общепринято или общераспространенное, а то, на что люди ссылаются как бы и у себя в голове и при общении с другими людьми как к некому такому принятому эталону. Соответственно, слово отклонение тоже пришлось взять в кавычки, потому что если нет норм, то об отклонении тоже речь вести тяжело. Итак, наша зона ослабленных границ. Если мы смещаемся в сторону еще более ослабленных социальных норм, то попадаем в криминальную среду. Если смещаемся в сторону большего соответствия социальным нормам, то попадаем в зону более-менее обычных и гиперопекаемых девушек. То есть таких, на которых не нужно тратить время, потому что, скорее всего, все равно ничего не получится. А если и получится, то у вас не обрадует результат. Итак, какие можно назвать признаки, которые отличают зону ослабленных социальных норм от всего остального? Девушка из неполной семьи, то есть живет либо с одинокой матерью, либо с отчимом. То, в общем, есть предыстория ранних рождений в семье. То есть ее саму мама рано родила, и сама она может открыто мечтать о раннем ребенке. Безотносительно семьи, между прочим. Поэтому это не продвинутая гера. Ребенок ей нужен для себя. Сниженное материальное положение. Это сразу помещает ее в определенную социальную категорию. Сравнительно грубое поведение и речь, в том числе и в семье. Понятно, что тут некие разумные границы нужно поставить, потому что не с любой речью можно общаться с человеком. Но скорее грубое поведение и речь показывает, что воспитанию девушке уделяется недостаточно внимания или времени. Девушка вызывающе одевается и носит вызывающую прическу и какие-то еще внешние элементы. В обычной или опекаемой семье этого дела просто не дают. Девушка свободно распоряжается временем. То есть она свободно перемещается по городу. Для нее это совершенно обычное дело. Она может уйти рано, прийти поздно, и у нее особо никто не спрашивает, где она была. Это также означает, что никто ее не контролирует. Скорее всего такая девушка будет иметь пониженную успеваемость, потому что учеба не входит в ее главные приоритеты. Опять же, как показатель отсутствия контроля и воспитания, наличие татуировок, пирсинга, либо контроль очень слабый. Между прочим, в продвинутых салонах вообще-то должны еще и согласия требовать от родителей. Так что, если у девушки есть законно сделанная татуировка или пирсинг, это означает, что ее родители, скорее всего, это будет один родитель, и мы знаем какой, дали на это прямое согласие. и поддерживают. Принадлежность к какой-либо субкультуре, будь то эмо, готы, или что там сейчас в моде, не знаю, это вам виднее. Это требует времени, усилий, определенных затрат, и это время, скорее всего, отбирается у учебы. Курение и употребление спиртных напитков. Как уже было сказано, если есть контроль и воспитание, то, как правило, девушка не может себе такого позволить, ей просто не дадут. А если она такое сделает, то такие будут последствия, что она вряд ли это повторит случайно. Те, кто это делает системно, регулярно, автоматически показывает, что над ними нет никакого контроля вменяемого. Хотя, забегая вперед, употребление спиртного может потенциально стать проблемой для нашей темы. Склонность к насилию, физическому или вербальному. Это характерный признак для данной подгруппы, но при этом такой, что вам самим нужно хорошо подумать, прежде чем связываться с таким человеком. Ну и репутация среди сверстников, участниц регулярных вписок, все обычно в компании знают. Это также потенциально очень проблемные девушки, с которыми надо скорее опасаться связываться, но участие на вписках явно означает ослабленные социальные нормы. Про все эти признаки нужно понимать, что они не разделяются на два состояния. Признак есть, признака нет. Это некий континуум, то есть каждое из явлений проявляется в какой-то степени. И вам стоит уметь определять, где находится этот ползунок, скажем, по десятибальной шкале. Ноль отсутствует вообще, десять присутствует постоянно. Наличие высоких оценок по нескольким пунктам автоматически приближает вас к криминальной границе. Итак, что касается того самого меньшинства, про который я упоминал, девушки, которые находятся выше верхней границы социальной нормы. Я здесь использовал слово девушка-единорог. Это калька с английского выражения, которая обозначает девушек, которые почти не встречаются. Мне слово единорог здесь не очень нравится, потому что единорог обычно используется в качестве символа маскулинности, мужской энергии. Соответственно, девушка-единорог представляет собой некое противоречие. Но здесь упор сделан на то, что это крайне редко встречаемый типаж. В школе я таких не видел, встречал после школы. Их мало, и столкнуться с ними непросто. Хотя бы даже потому, что надо ее разглядеть. А чтобы ее разглядеть, нужно самому быть не очень обычным человеком. Но об этом дальше. Итак, как я уже сказал, она встречается очень-очень редко. Шансов, что вы с ней пересечетесь, почти никаких. Тем не менее, об их существовании стоит знать и пытаться разглядеть иногда, когда вам кажется, что что-то такое может быть. Смотреть на девушку повнимательнее, задавать наводящие вопросы. С одной стороны, это очень-очень-очень редкое явление, которое вы почти наверняка не встретите никогда. В школе, по крайней мере. Тем не менее, какие-то признаки для себя нужно знать и уметь задавать наводящие вопросы. Потому что шанс, хоть и маленький, встретить такую девушку, он есть. Такая девушка, как правило, будет очень продвинута в психологическом смысле. Не в том смысле, что она читает учебники психологические, там, владеет терминологией, хотя это тоже может быть. Она именно очень психологична по жизни. То есть, человек очень высокого психологического развития, который многое осознает, многое понимает, многое видит, может даже уметь оказывать легкое терапевтическое воздействие на окружающих. Очень независимо, с очень четкими границами. Важная, отличительная черта, такая девушка никогда не настроена враждебно к мужчинам и мужскому, в том числе и особенно, естественно, к мужской сексуальности. Она не поддерживает шутки, она не поддерживает уничижение мужчин, она не любит все вот эти некие хиты с женской стороны в мужскую сторону. Она понимает, что это не экологично. А причина в том, что эта девушка находится в очень хорошем контакте со своим анимусом. Девушка, которая находится в контакте со своим анимусом, физически не способна унижать мужчин и общаться с ними пренебрежительно. Естественно, чтобы установить контакт и тем более, чтобы общаться с такой девушкой, нужно самому быть не очень обычным человеком. Нужно быть неким соответствием с мужской стороны, что по понятным причинам тоже встречается редко, тем более в школе. То есть, чтобы такую девушку распознать и тем более, чтобы с ней установить контакт, нужно самому быть очень-очень осознанным человеком, продвинутым, нужно быть в ладах санимой и еще много чего нужно. С большой вероятностью такая девушка будет иметь среднее материальное положение, происходить из средней семьи. Это не социальное дно, но и не верхушка социальной пирамиды. Архетип, которому она соответствует, либо Афродита, либо Гетера. Ну, с Афродитой все ясно, а вот под Гетерой крайне неправильно понимать это как проститутку. Проститутка относится к зоне, лежащей ниже границы социальной нормы. Гетера гораздо ближе к понятию гейши. Такая очень-очень-очень продвинутая гейша, которая почти приближается к Афродите. Если думать об архетипе Гетеры, то правильнее думать о ком-то вроде Таисофинской. Важная черта Афродиты и родственных ей типов. Такой девушке нельзя обладать, ее нельзя присваивать, нельзя представлять себя ее владельцем, а ее собственностью. Нельзя ее сжимать слишком сильно в объятиях и вообще сжимать в объятиях нельзя. Это как крылья бабочки. Вообще никаким человеком нельзя обладать, человека нельзя присваивать. Это большая ошибка. Но с Афродитой этого категорически нельзя делать. Афродита принадлежит вселенной. Это не собственность отдельного человека. И это нужно хорошо понимать. Человек, который эти вещи не понимает, ему с Афродитой лучше не связываться. Она его обожжет. И он упадет как икар. Ни Афродита не является вашей собственностью эксклюзивной, ни вы не являетесь собственностью Афродита, тем более эксклюзивной. Это одновременно очень простые и очень сложные отношения. Многим молодым людям может абстрактно казаться, что ничего страшного. Они готовы быть не единственным партнером у Афродиты. Ничего там такого нет. А на самом деле, когда человек попадает в эту ситуацию реально, у него поднимается такая ревность, что он не только не в состоянии наслаждаться этими отношениями, он у них страдает. И это означает, что он просто недорос. Он ей не соответствует. Его границы слишком слабы для такого. Кому интересно посмотреть, как это примерно может выглядеть, найдите фильм «Том Стоун». Посмотрите его целиком. Он того стоит. Вы увидите там персонаж, который я имею в виду. И увидите, насколько он на самом деле одновременно и сложный, и простой. И что это точно подходит не всем. Ну что же, переходим к оценке рисков. На тот случай, если вы не знали, сообщаю, что то, чем вы намерены заниматься, если вы смотрите эту презентацию, очень и очень рискованное дело. И нужно хорошо понимать, какие риски оно в себе несет. Во что это может вылиться? С тем, чтобы подумать, а надо ли оно вам. Итак, условная группа «Социальные риски». Сюда я попытался отнести все, что связано с взаимодействием с окружающими, но при этом не включающий в себя криминальный аспект. Во-первых, вы можете нарваться на личность с отклонениями. Не так важно, будет ли это нарцисс, или человек с пограничным расстройством, или истерик. Во всех этих случаях будет неприятно. Токсичные отношения в широком смысле. Токсичные отношения – это отношения, которые отравляют жизнь, либо кому-то в паре, либо окружающим людям. Частный случай токсичности – преследование, сталкинг. И если вы думаете, что девушки не преследуют, то вы очень заблуждаетесь. Так что сталкинг, особенно в социальных сетях, это реальная проблема. Про социальные сети чуть позже. Риски для репутации. Репутация – один из ключевых ресурсов человека в сообществе. Если информация о частной жизни выходит из приватного круга, по вашей вине или по вине вашего партнера, это крайне негативно на вас влияет. Экстремальный пример – воспет Слепаковым в песне «Люба, звезда Ютуба». Там сразу про многое. И про личностные отклонения, и про несдержанность с алкоголем, и про социальные сети, и про риски для репутации. Заболевания, передающиеся половым путем. Далеко не все из них смертельны, но от этого они не становятся более приятными. И контрацепция тут не решает всех проблем. И, наконец, беременность. Чем бы она ни кончилась. Можно заметить, что многие из перечисленных пунктов в качестве побочных эффектов повлекут за собой и другие пункты рядом. Но в целом все эти пункты приведут к серьезному усложнению вашего положения в сообществе. И могут сильно повлиять на всю оставшуюся жизнь. Что в этом контексте полезно иметь в виду? Во-первых, быть крайне осторожным с презервативом. Рекомендую посмотреть главу в моей книге. Вежливое общение. Если вы вообще общаетесь с человеком, то общаться с ним нужно вежливо. А иначе с ним общаться не надо. В идеале так, чтобы любая запись, сделанная даже из-под тяжка, ничем вас не компрометировала. Ни перед собой, ни перед окружающими. При случаях преследования быть крайне осторожным. И вообще говоря, в такой момент хорошо бы получить консультацию психолога профессионального. Но как минимум игнорировать. Немедленно дистанцироваться. И не только от преследователей, а от любых личностей, которые демонстрируют видимые признаки психического нездоровья. Обычно это ощущается внутри. Что-то не то. Если в отношения вплетается родня со стороны партнерши, точно не воевать. Сошлюсь на ролик, который я уже раньше записывал. Про дочерей и личные границы. Если вы не собираетесь сбежать с ней вместе куда-нибудь и стать соседями Лыковых, не надо воевать с целой семьей. Пусть разбираются внутри себя сами. С семьей может воевать только другая семья. Да и то не факт, что имеет смысл. Более серьезные риски криминальные. То есть такие активности, которые пересекают границы уголовного кодекса. Во-первых, вас могут вовлечь в криминал в качестве сообщника. Может быть добровольно, а может быть принудительно. Во-вторых, вам могут предъявлять или угрожать предъявлением ложных обвинений. Это случается сплошь и рядом. В-третьих, как партнерша, так и третьи лица могут заниматься вымогательством и шантажом, если будут знать, что вам есть что терять, если информация выйдет на свет. И в числе прочего, вас могут, например, намеренно подставлять. То есть втихаря подводить вас в ситуацию, где вы, не зная того, станете либо ответственным за чужое преступление, либо ваши обычные, ничем не примечательные действия повернут так, что их можно будет трактовать как преступление. По этому пункту советую посмотреть фильм исчезнувшее. Gone Girl. Чем тут можно хотя бы частично обезопаситься? Во-первых, говорила, буду повторять, прямое вербальное согласие на секс. То есть в момент, когда вы решили этим заниматься, прямо спросить и попросить прямого ответа. Без стеснения, без смущения. Если будет удивление, с чего это такие странные прямые вопросы, прямо ссылаться на современные нормы. Всячески избегать алкоголя и прочих психоактивных веществ в сочетании с сексом. А также подозрительные следы, типа девушка разделась, а у нее на теле синяки, ссадины, царапины. Это ситуация, где нужно сказать стоп-стоп-стоп. Сначала надо со всем этим разобраться, излечиться, а потом заниматься всем остальным. По поводу алкоголя, вообще, возможно, стоит придерживаться правила девушка пригубила к девушке неприкасаться до полного протоизвления. То есть сутки-двое пригубила, все. Если шансы на сексы были, то они исчезли, и лучше про это не говорить. Свидетели. И когда это соседи, которые видели вас в нужный момент времени, и другие пары, которые были на вечеринке. То есть кто-то, кто вас видел после секса, и видел, что вы вели себя дружественно, были в отличном настроении, и так далее. И, наконец, если свидетелей нет, то подойдут и видеозапись. Надо помнить и о том, что вас пишет камера на подъеме, сейчас почти на всех подъездах, и камеры наблюдения в общественных местах. Одна мама-адвокат из США, когда с ее сыном произошел очень тяжелый и сложный случай с ложным обвинением, она придумала и советует применять такой метод утром, ну или там, неважно. После того, как секс состоялся, обязательно проводить девушку и завести ее в какое-нибудь кафе перекусить. Помимо того, что это приятно само по себе, закрепляет дополнительные положительные эмоции о случившемся, совершенно необходимо в этом самом замечательном настроении попасть под видеозапись. То есть нужно сесть не в какое-нибудь кафе, а там, где вас точно снимают. Обычно срок хранения такой записи – неделя. Так что как минимум неделю у вас есть на что сослаться в качестве свидетельства, что девушка не бежала от вас, отбиваясь там и рыдая в растрепанном виде. Но главный поинт здесь, что ничто из перечисленного не гарантирует вам отсутствие проблем. И иногда очень серьезных проблем. Следующая группа – личные риски. Риски, которые относятся непосредственно к вам. Если вы поговорите со взрослыми мужчинами, то очень многие мужчины скажут вам, что жалеют о времени и средствах, потраченных на девушек, в том числе в подростковом возрасте. Даже когда они повзрослели и начали зарабатывать, можно недельную зарплату проесть за один вечер, в то время как можно было бы эти ресурсы тратить на более ценные вещи. На внешний вид, на улучшение питания, на здоровье, на курсы, на дополнительное образование, на изучение языка, на спорт, на друзей, на общение, на самообучение, на хобби, на любую другую прокачку. Так что потеря времени и средств – это то, что нужно иметь в виду. Да, некоторые об этом не пожалеют, а некоторые пожалеют. Что касается подарков и подхода к материальным затратам в целом, не стоит привыкать к тому, что вы платите за то, что находитесь в отношениях. Во-первых, это плохой якорь, и он плохо повлияет на будущее. Вам может начать казаться, что если вы не заплатили, то у вас нет неправ в этих отношениях, и вы в них никому не нужны. А во-вторых, девушка, которая цепляется на подарки и затраты, с очень большой вероятностью относится к той самой середине, обычной стандартной гере, с которой лучше не связываться. Программа «Секс в обмен на продовольствие» – это плохая программа. Она вырабатывает плохие привычки. С одной стороны, определенные материальные затраты, конечно, будут. И это довольно серьезная расходная статья. Если брать даже символические жесты, типа кафе, расходы на презервативы, на транспорт. Это статья расходов, как с любым занятием, которым вы занимаетесь регулярно. Даже если вы просто бегаете, вам все равно понадобятся хотя бы нормальные кроссовки. С другой стороны, ни вы, ни она не работает, и своих денег не имеете, не зарабатываете. Так что да, траты с вашей стороны будут выше, но это не значит, что вам нужно покупать ее присутствие рядом с собой. Я уже говорил, и снова повторю, секс, за который было заплачено, автоматически означает плохой секс. Потому что, скорее всего, это было не с тем человеком. Попадание в зависимость. Очень неприятный эффект. К сожалению, вы не только можете нарваться на человека с личностными отклонениями, но может оказаться, что вы, человек, у которого тоже не все в порядке с психикой, и которому по-хорошему нужно лечение, терапия. И самое банальное, что может случиться, это впадание в зависимость от человека. Нервные затраты, стресс и выгорание. Если вы прилагаете огромные усилия к тому, чтобы держаться около человека, а человек доставляет вам при этом довольно много неприятных ощущений, то результатом будет стресс, а в случае сильного стресса даже соматические заболевания. Риск наделать себе негативных якорей, в смысле НЛП. То есть пройти через ряд негативных ситуаций, которые после этого будут у вас всплывать в голове каждый раз, когда вы занимаетесь чем-то в этой области. А уж первая девушка будет всплывать у вас в голове постоянно, и первый секс, можете не сомневаться. Очень неприятный риск, это собственно плохой секс в результате. Да, я уже говорил, что надо с чего-то начинать обучение, но факт остается фактом, что скорее всего, то, что вы получите в итоге, на выходе, будет очень далеко от отличного секса. В этом месте я ссылаюсь на другую свою презентацию. Риски связаны с детьми, абортами и разборками вокруг них. То есть дело не только в том, что вы можете подвергнуть свою репутацию риску, а в том, что это повлияет на вашу собственную жизнь. Будь то ребенок, который родился, когда вы к этому были не готовы, или от человека, с которым вы его не хотели. Или, например, аборт, который сделала девушка, но вполне возможно, он ляжет на вашу совесть в итоге, и вы с этим грузом будете жить до конца своих дней. А уж какие могут быть разборки с родственниками на этой почве, что в первом варианте, что во втором. Эффект сильного разочарования. Вполне вероятно, что попробовал секс, вы решите, что результат не стоил усилий, что секс переоценен, перерекламирован. Да, будет первоначальный всплеск, будет интересно, потом наступит некоторое привыкание, зона плато, и тут вы и поймете, что большинство занимается, в общем, посредственным сексом, а большей частью заняты бытом. Риск переоценки партнерш. У девушек есть такой ореол, который частично поддерживают они сами, частично поддерживают молодые люди вокруг них. Такой ореол эротичности, сексуальности. Но пройдя вот этот внешний барьер и подойдя к девушке вплотную, вы вполне можете обнаружить, что секс это гораздо больше, чем внешний вид. Секс это очень сложная система взаимодействия, и имидж, который девушка проецировала вовне, он может быть просто оберткой, фантиком, в котором внутри нет ничего настолько уж интересного. И тут есть риск разочароваться не только в конкретном человеке, но и вообще в девушках. Если до этого девушки стояли у вас на таком эротическом пьедестале, высоком-высоком, то вполне возможно, что они с него упадут, с треском и грохотом. Локально это проявляется в эффекте PCC, post-coital clarity, пост-коитальная ясность. То есть короткий период времени, следующий непосредственно за половым актом, когда вас может сразу пустить мысль. И это все? Я через все это прошел, чтобы получить вот это вот? Это и есть мой приз. Я бы посоветовал очень внимательно относиться к тому, какие мысли приходят в голову в состоянии вот этого самого PCC. Тут надо очень внимательно наблюдать за собой. О чем я думаю в этот момент. И, наконец, не могу не упомянуть о понятии отрицательного опыта. Пояснение. Я не имею в виду, что человек пережил что-то плохое. Это нормальная составляющая любого опыта, что у вас может получиться что-то и не получиться. Это понятие говорит о другом. Бывает опыт настолько травмирующий, или полученный не вовремя, что он нанесет травму и ограничит ваши возможности до конца ваших дней, на всю оставшуюся жизнь. Довольно очевидная мысль, что когда говорят, что в жизни все нужно попробовать, на самом деле, конечно, во-первых, не все, а во-вторых, не всегда. Смешно, но доходчиво эта мысль отражена в известном мультфильме «Гагарин». Рекомендую посмотреть его обязательно. Это яркая иллюстрация того, как опыт, полученный не вовремя, может повлиять на всю оставшуюся жизнь крайне негативным образом. Тут подошла бы цитата из Экклезиаста «Всему свое время и всякой вещи под небом». О мне а темпус хаббент. И, наконец, но не в последнюю очередь, лучше раньше, чем позже, читайте про Мактау, он же мисп. Смотрите про это ролики. Лучше узнать про это раньше и на чужом опыте, чем поздно и на своем. Многие люди пришли в Мактау именно в результате опыта, который лучше было бы не получать, если бы было у кого научиться заранее. Да, многие из этих людей в силу своих травм в чем-то ограничены в своем взгляде на мир. Но, по крайней мере, они его видят. Это люди, как из Платоновской пещеры, которые пришли снаружи и пытаются объяснить людям в пещере про то, что реальный мир выглядит не так, как вы тут его наблюдаете. В мире слепых одноглазый человек – Бог. In the world of the blind, one-eyed man is God. Так что взвесьте как следует, нужно ли оно вам на самом деле в данный момент времени. А может, если решите в этом участвовать, то подходите методично, понимая, что вы делаете, зачем вы делаете и как вам этого достичь. Желаю вам удачи и осознанной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok